Рецепт приготовления лебеды Вообще, наверное, режет ухо для простого человека, который не слышал вообще, что такое лебеда Лебеда это древнейшая славянская еда То есть такое растение лебеда, из которого можно употреблять пищу и зернышки, и листья Значит, лебеда готовится у меня простым способом Я беру такую кастрюльку фирмы Black Decker, ну можно и другую взять, которая как бы скороварка такая, но простой ее вариант И очень удобно, потому что не нужно контролировать, делать огонь меньше, больше, температуру на электроплите или на газу, газом регулировать Просто помыл зернышки, очистил от пыли, мусора, помыл просто-напросто Насыпал сюда, знаешь, сколько там, например, чашечку И туда добавил, как я добавляю рецепт, туда добавляю масло Вот такое вот подсолнечное, немножко, пару ложек И добавляю такой вот из семейства тыкву, такой овощ Вот, я, значит, беру и добавляю туда мелко нарезанное У него мало семян внутри, поэтому я люблю купить такой вот овощ Ну, короче, любая тыква подойдет для этого Значит, и туда добавляю Это, ну, как бы не то, что мы делаем кашу из тыквы А просто она перемешается, вот типа плова такого будет, да Ну, как бы по консистенции будет очень вкусно Вот, это все закрывается крышечкой И оно само готовится И придет время, минут там 15-20 И оно отключится, сама эта кастрюлька И кушание будет готово Значит, что можно еще добавить сюда внутрь Любые специи, то есть, какие вам хочется Такие специи и добавляем Но самое главное, я, чтобы не забываю Я добавляю масло, в принципе, любого масла можно Вот, натурального масла, холодного отжима Просто ложечку или две И всегда беру нерафинированное масло Вот в данном случае, вот такое вот Из подсолнуха масло Ну, попало украинское масло Масло здесь ко мне попало на стол сегодня А сама кинуа Вот, это лебеда Значит, многие не знают, как, что это обозначает Ну, кинуа и кинуа Сидз, кинуа Сидз Поэтому можно брать в таких пачках Потом переложить в такие бутылки Чтобы закрылась пробкой И хранилось герметично Вот, приятного аппетита вам